Ледовое шоу Дениса Тена прошло в Алматы и Астане. Казахстанские зрители стали свидетелями по-настоящему грандиозного зрелища, в котором помимо самого бронзового призера Олимпиады приняли участие 20 суперзвезд фигурного катания. Среди них чемпионы мира Мауа Асада, Стефан Ламбьель, Татьяна Валасажар, Максим Траньков и другие. Спортсмены порадовали публику своими знаменитыми номерами, однако не обошлось и без новых групповых постановок. Участники шоу поделились с корреспондентами нашей программы своими впечатлениями о пребывании в стране и о самом мероприятии. Это мой первый визит в Астану, но я успел оценить, какие большие работы ведутся, какое быстрое развитие наблюдается в Астане и Казахстане в целом. О Денисе и данном ледовом шоу я могу сказать, что он делает большое дело, представляя стране, казахстанскому народу самых лучших, наиболее элитных представителей фигурного катания, а также показывая Казахстан и Астану спортсменам международного уровня. из Японии, России, Италии, Франции, Соединенных Штатов и Канады. Теперь у нас, особенно у меня, так как это мой первый визит, есть возможность рассказать всем у себя дома о таком замечательном опыте. Для нас самое главное приоритетом, приезжая на различные шоу, конечно, это те люди, которые приходят и заполняют ледовые дворцы. Я рад, что Денис направляет деньги, вырученные от этих всех трех шоу, опять на развитие спорта. Люди прильнули к экранам, люди задумались о том, что может быть действительно отдать свое чадо в секцию фигурного катания. Только так спорт будет развиваться. Идея возникла давно, и я понял сразу, какие задачи это шоу должно будет выполнить. Я понял, что спорт, наверное, является лучшим пиаром для Казахстана. То есть через спортивные успехи, через спортсменов люди действительно узнают лучше страну, знакомятся как-то с культурой, с их личностями. Планирую провести семинар для юных фигуристов страны, потому что мне очень нравится фигурное катание. Я считаю, что у нашей страны гигантский потенциал, у нас очень талантливые дети. Но не хватает пока что какой-то системы по подготовке, не хватает пока какого-то направления, которое бы задали бы тренеры, в котором бы двигались все спортсмены и развивались рационально. То есть сейчас после шоу остаются Алексей Игудин, мой кумир, и Брайан Жубер. Мы хороший друг, оба великие спортсмены. Для того, чтобы провести пятидневный семинар, для того, чтобы обучить не только детей, но и тренеров. То есть я планирую неоднократно теперь проводить какие-то подобные мероприятия. Ледовое шоу «Денис и друзья» проходит в Казахстане уже во второй раз. Организаторы обещают, что в следующем году представление будет не менее ярким и запоминающимся.